Привезли экстренного пациента на операционном столе. Значит, мы не знаем, что там. Анализ экспресс ещё не дал нам возможности понимать, есть он какой-то, а вдруг у него специфическая инфекция. Доктор медицинских наук учит студентов обращаться с шовным инструментом. Даже в праздник занятия не прекращаются. В общей сложности в университете 5,5 тысяч человек постигают одну из важнейших профессий в мире. За последние 10 лет ежегодное количество абитуриентов выросло в полтора раза. Теперь каждую осень сюда приходят более тысячи новых студентов. Ну, нравится мне просто людям, ну, добро делать. Нравится мне, вот поэтому я хотел. Впрочем, да и профессия это такая, когда ты работаешь напрямую с человеком, ты общаешься с людьми. Я поступила на специальность клиническая психология, потому что важно не только физическое здоровье людей и общества, но и также психическое, эмоциональное. И я пришла лечить людей именно в психическом аспекте их здоровья, чтобы у нас было здоровое общество полноценное физически и психически. Этот вуз появился в Красноярске в годы войны на базе мединститутов, эвакуированных из Ленинграда. Изначально в нем было 400 студентов и один корпус. Сегодня это огромный комплекс. Из 20 зданий, собственного стадиона, лыжной базы и бассейна, 7 факультетов и отделений, 760 преподавателей, из которых полторы сотни доктора наук. Конечно, у нас есть чем гордиться. Достаточно сказать, что выпускники 2017 года достойно прошли государственную аккредитацию, показали лучшие показатели в стране. И все они допущены в качестве врачей для практической деятельности. В Красноярской филармонии на праздник собрались преподаватели вуза, студенты и выпускники. Один из них – Хасан Баи. Единственный россиянин, обладатель международной премии «Врач мира». В 1985 году он получил специальность «Челюсно-лицевая хирургия», а во время первой чеченской кампании был вынужден освоить военно-полевую. Тогда за полтора года он прооперировал 4,5 тысячи человек. И по сей день остается верен клятве Гиппократа. Последние два года я нахожусь в Чечне, занимаюсь благотворительностью, оперирую детей с рожденной аномалией. 75-летие – это большое событие, и я посчитал, это моя обязанность – обязательно приехать в Красноярск, увидеть своих учителей, увидеть своих друзей, и быть здесь – это невероятное. Знаете, «Альма-Матер» – оно всегда вспоминается с теплотой. Учитывая то созвездие великолепных преподавателей, которые из нас, идиотов, делали не только врачей, но и интеллигентных людей. Институт – это родной дом, это родная семья. В зале филармонии гости не только посмотрели праздничный концерт, но и узнали о последних достижениях университета. Среди них сотрудничество почти с 40 медицинскими вузами в России, Германии, Италии, Канаде и Японии. В ближайших планах Красноярского меда создать открытый электронный университет для всех, кто хочет пройти дистанционное онлайн-обучение. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Новости.